В эфире служба новостей Саров 24 в студии Мария Посыпает. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Минус одна зебра на перекрестке Семашко-Курчатова закроет пешеходный переход. Путь к победе в Сарове открылся турнир по бадминтону. Далее расскажем обо всем подробно. Численность населения города на 1 января этого года составила 95 388 человек. Прирост произошел за счет миграции. Уровень преступности самый низкий в области. А по показателям социально-экономического развития наш город и вовсе занимает лидирующую позицию в регионе. На очередном заседании Думы депутаты выслушали отчет главы города и главы администрации за минувший год и обсудили планы на текущий. Одним из первых вопросов интересующих народных избранников стала перспектива освоения северных территорий. Для того, чтобы город мог развиваться в этом направлении, администрация Сарову подготовила все необходимые документы. Приложили и обоснования от силовых и надзорных структур. ФСБ, МЧС, ФМБА, МВД. Где говорилось о том, что изменение границ территории не повлечет за собой каких-то проблем для федеральных органов исполнительной власти и не приведет к дополнительным бюджетным затратам. Тем не менее, в последний момент Министерство финансов сказало, что все равно считает, что изменение границ на север приведет к увеличению затрат федерального бюджета. И поэтому Минфин России не поддерживает это предложение. Поэтому в последний момент, это было уже на крайнем совещании у вице-премьера Козака, Госкорпорация Руссадом отозвала проект указа. И сегодня, собственно, нужно снова на эту тему работать. Интересовались депутаты и судьбой проекта реконструкции парка культуры отдыха имени Зернова. Напомним, что дизайн проект парка стал победителем Всероссийского конкурса проектов благоустройства малых городов. Общий объем субсидий с федерального бюджета составит 100 миллионов рублей. В рамках областного гранта на этот же проект выделено 17 миллионов рублей. Для этого года уже разработаны все проектные решения. И сегодня объявляются конкурсы на поставку необходимых мафов для парка, необходимых работ по благоустройству. В этом году мы должны завершить этот весь процесс. И в течение 2019 года, с апреля по ноябрь, мы должны полностью реализовать работу в парке. Обсудили и вопрос капитального ремонта. Согласно отчету главы города, с 2015 по 2017 год в Сарове на капремонт многоквартирных домов было собрано почти 313 миллионов рублей. Из них в город вернулось лишь 38. При этом в программу попало лишь 23 многоквартирных дома. Из них отремонтировано 11 и только 3 полностью. Выход такой, что мы, ну во-первых, такой полувыход, это создание своего регионального оператора. Законодательство позволяет, у нас рабочая группа работает с администрацией вместе на эту тему, который бы был позато отдельно. А второй момент, стали индивидуальные МКД, то есть эти МКД, переходить на собственные счета. Отчеты главы города и главы администрации об итогах работы 2017 года были приняты депутатами к сведению. Ознакомиться с ними все желающие могут на официальном сайте Гурдумы. Как же приятно летним днем прокатиться на самокате по Саровской ривьере. Особенно это приятно делать на чужом электросамокате. Чей он? Возможно твой, возможно твоего друга или той девчонке, которой ты лайкаешь фотки в инстаграме. Канал 16 совместно с сайтом sarov24.ru запускает конкурс на лучшую фотографию, сделанную в наикрутейшем жилом комплексе Саровская ривьера. И вот подробности конкурса. Ты делаешь фотку на набережной, на парящих лавочках или даже из окна своей новой квартиры вот в этом доме. И выкладываешь в любую социальную сеть с хэштегом саровская ривьера. Вот и все. Учитываться будут только те фотографии, которые будут выложены с 15 мая по 15 июля. А в срок до 1 августа мы обязательно подведем итоги. И, кстати, автор лучшей фотографии получит вот этот вот самокат. Фото может быть любым. Селфи или групповое, случайное или постановочное значение имеет. Только дата съемки и красота архитектуры жилого комплекса Саровская ривьера. Все подробности о конкурсе можно узнать на сайте sarov24.ru. И если ты не пришлешь нам фото, я буду ездить на самокате сам! В Сарове проведут оценку уровня загрязнения водных объектов. Подрядчик выполнит химический и гидробиологический анализ в июне, июле, августе и сентябре. Пункты наблюдений за загрязнением поверхностных вод на реке Сатис в районе Серебряных Ключей и в районе городского пруда. На реке Саровке в акватории пруда Борового. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Нижегородской области из-за непогоды 170 тысяч человек остались без электричества. 31 мая на заседании регионального ЗАГС Собрания Глеб Никитин заявил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям продолжит работу в связи с последствиями штормового ветра в регионе. В Сарове шквалистый ветер повалил почти 60 деревьев, из-за которых пострадало 6 автомобилей. Кроме того, упали один квартальный столб и один флагшток в районе нового моста через реку Сатис. По мнению специалистов, полная ликвидация последствий займет от 7 до 10 дней. Если какое-то дерево создает серьезные помехи для горожан, то для его оперативной уборки следует позвонить по телефону 05. Со 2 июня саровчанам станет доступна новая выставка из фондов Государственного Бродинского военно-исторического музея-заповедника. Экспозиция «Отечественная война 1812 года» в русской литературе откроется в городском музее. На выставке будут представлены графические листы, выполненные по рисункам современников Отечественной войны 1812 года, а также литературные труды непосредственных участников войны. Литературную тему дополняют по-настоящему редкие и подлинные предметы обмундирования солдат. В Иксе впервые прошел чемпионат России по самбо среди мастеров-ветеранов. Участниками соревнований стали около 200 борцов в возрастных категориях от 35 до 83 лет. Из Москвы в Иксе, Санкт-Петербург, Чебоксар, Казань, Рязани, Омска, Иркутска, Томска, Новосибирск и других городов России. Честь нашего города защищал мастер спорта по самбо Юрий Бенегин. Он выступил в возрастной группе М3 45-49 лет, в весовой категории до 100 килограммов. По итогам схваток спортсмен завоевал титул чемпиона России по борьбе самбо среди мастеров и вошел в состав сборной команды страны. О важности духовного и патриотического воспитания. Подробности взаимодействия власти и православной церкви обсудили на заседании Координационного совета в городской администрации. Основной документ, согласно которому уже не первый год в нашем городе происходит активная совместная работа духовенства и светских организаций, программа «Саро Благословенный». В этом году Саровчан ждет сразу несколько событий. Одно из них – 27-е международные рождественские чтения «Молодежь, свобода и ответственность». Пройдут они в несколько этапов, подготовка к которым в этом году начнется раньше. Особое внимание будет уделено благочинческому или городскому этапу. Мы должны провести в рамках назначенной темы у себя мероприятие, опыт или наработки по своим мероприятиям, по своим конференциям и так далее, вынести на метрополию. Ключевым событием чтения в тематике «Молодежь, свобода и ответственность» станет ежегодная конференция «Православное лето», которая в этом году пройдет во второй половине сентября в Духовно-научном центре. А уже летом юных саровчан в пришкольных и загородных лагерях познакомиться с акцией «Будь достоин памяти великих предков», которая стала частью молодежного проекта «Александр Невский. Слава, дух и имя России». Определенный материал мы, понимаете, должны уже набрать. И второй этап у нас уже будет здесь, когда мы уже соберемся на эту конференцию. Программа «Саров благословенный» работает в нашем городе уже три года. Она призвана сохранить культурное наследие Сарова и помочь в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения. Под эгидой сотрудничества светских организаций и Института православия в городе ежегодно проходят семинары, благотворительные акции и конференции. Количество пешеходных переходов на перекрестке улиц Курчатова-Семашка уменьшится. Напротив торгового центра «Галактика» не будет одной из двух зебр. Теперь, чтобы оказаться на западной стороне улицы Семашка, горожанам придется переходить дорогу дважды. В ближайшее время будут проведены работы по демонтажу знаков и пешеходной секции светофоров. Подробности далее. Закрытие одного из пешеходных переходов на перекрестке – вынужденная мера. В часы пик в этом районе очень часто образуются заторы с автомобилей, которые поворачивают Семашка влево на улицу Курчатова. И по правилам дорожного движения водители обязаны пропускать пешеходов на регулируемом переходе. Планируют, что после демонтажа зебры пробок на этом участке станет меньше. Оптимизация дорожно-транспортного и пешеходного движения на этом перекрестке. Повышение безопасности пешеходов и повышение пропускной способности перекрестка. Еще буквально несколько лет назад этот перекресток был далеко не самым оживленным в новом районе. Но открытие торгового центра с популярной продуктовой сетью, строительство нового детского сада и развитие жилого комплекса сделало район одним из самых оживленных в заречной части города. В кратчайшие сроки вопрос о закрытии перехода будет решен. Будут установлены ограничительные пешеходные ограждения на пути прежнего. А также будут сняты секции пешеходного светофора и демонтированы соответствующие дорожные знаки. А на ограждениях появится сигнальное обозначение. Решение о закрытии перехода принято на комиссии по безопасности дорожного движения. Воля к победе и стремлении к высоким результатам. В Сарове стартовал открытый юношеский турнир по бадминтону. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Сарова, Казани, Нижнего Новгорода, Дзержинска и других городов. Участники турнира будут бороться за победу в разных возрастных группах. Призеры и победители определяются по итогам нескольких дней состязаний. У спортсменов есть всего два дня на то, чтобы показать свое мастерство на площадке. Каждому из участников предстоит пройти отборочный тур, победители которого попадут в полуфинал, где и сразятся за золотые медали. Чтобы детки к нам приходили в секции, учились играть в бадминтон, росли, достигали высот, выступали на областных, всероссийских соревнованиях, ну и, возможно, когда-нибудь на международных. В Сарове открытый юношеский чемпионат по бадминтону проводится во второй раз. В состязаниях принимают участие спортсмены 2003-2007 годов рождения из разных уголков России. Ребята стремятся стать первыми и положить в свою копилку как можно больше медалей. Команда Сергея Чуланова приехал на турнир из Нижнего Новгорода. Все сюда приезжают, чтобы получить медали, чтобы пообщаться, получить заряд энергии, которого хватает на долгое время. И с теплом вспоминаю вот эти турниры, вот эти встречи. На победу настроены и саровские спортсмены. Среди них один из главных претендентов на призовое место – Ярослав Малыгин. Спортсмен занимается бадминтоном около пяти лет. Имея за плечами опыт участия в соревнованиях, Ярослав надеется, что и на этот раз удача будет на его стороне. Я приложу все усилия для того, чтобы попасть в третье, второе место занять. По итогам соревнований победителям вручат дипломы и памятные подарки. А на смену юным спортсменам на корт выйдут мастера спорта. Начнутся соревнования в 19.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова